Привет-привет, пейсеры! До меня тут дошли слухи, что вам женский обзор обещали. И моржонок, говорят, будет новый. Что ж, ну Вася, как всегда, он бы еще сказал, что я в защиту оттягиваюсь. Не буду я моржонком, не заслужил он. Ну, по крайней мере, пока. А вот по поводу лисенка можно подумать. Кстати, у меня же сегодня как бы дебют, поэтому я очень рассчитываю на вашу поддержку. Хоть можешь говорить, что я не соберу тысячу лайков и даже двухсот комментариев. Самоуверенный мальчик, надо бы его за это наказать. Ну а теперь переходим к герою нашего обзора, Киллиану Баппе. Ну или, как говорит моя подружка, к Кальяну Баппе. Что ж, девочка просто очень любит кальяны. Молодой француз рулил во всех частях ПС и в 22 части он не становится исключением. Думаю, что вообще этого нападающего нам стоит ожидать у 9 из 10 игроков в Ефутбол в 22 году. Сейчас же на экране вы видите максимальную прокачку нашей молодой черепашки. При этом два навыка мы оставляем на сыгранность и еще держим в голове, что при сыгранности будет как минимум плюс 3 к общему рейтингу. Карточка, кстати, вообще самая обычная и она практически не отличается от избранной карточки, которую можно было бы получить за золото. По сути, у Баппе есть все, чтобы быть идеальным нападающим. Ну, пожалуй, кроме роста, игры головой и корпуса. Многовато минусов для идеала? Ну, возможно. Хотя, вообще скажу нет. Потому что если вы грузите в штрафной с фланга, то все минусы нивелируются. Действительно серьезным минусом является только одно – это его цена. Аж целый миллион. Ну, хотя с другой стороны, что такое миллион для нас-то, бояр с мобилками? Переходим с вами на поле. И вот тут Мбаппе раскрывается во всей своей красе. Иногда даже складывается такое прям ощущение, что он сам играет за тебя. Он и бежит, он и открывается, ну и, конечно же, забивает. Баланс в 22 части, он крайне важен. И можно практически без финтов пройти по команды противника. Вот прям тут реально хорош ПП. И в этом ему еще и помогает такой навык, как хитрость. Ну, а кому как не лисенку знать про такое? И кто бы там что вам не говорил, не слушайте, а вот меня стоит. Про судейство. Ведь судейство в 22 части, оно не просто странное, оно прям максимально аномальное. И карточки они дают буквально не за что. Поэтому нам Баппе с навыком хитрость достаточно просто хотя бы подышать штрафной, чтобы судья назначил пенальти, который сам же Баппе с легкостью исполнит благодаря его навыку штатный пенальтист. Ну, а что же еще по нему? Кроме всего прочего, у него еще есть отличное скрещивание и обводка двойным касанием. Хотя честно, вот тут реально на микроконтроле обыгрывать несколько проще за счет дикой инерции у защитников. Отдельным плюсом можно выделить еще его стабильную физическую форму, ведь она ему позволяет быть на хороших стрелках даже при форме С. А тем более, напомню на минуточку, что сейчас у него форма А, и я думаю, вы понимаете, что там так стоит, как в принципе и должно быть у парниши в 23 года. Со слабой ногой у него тоже проблем нет, так что ставим смело еще один плюс. Ну и сразу три плюса мы даем ему за его стиль, стиль охотник за голами. Думаю, вам в целом не нужно рассказывать, что этот стиль вообще максимально простой и для использования, и его очень многие любят, игроки в пэс. И тогда в итоге в сухом остатке мы с вами получаем просто прекрасного нападающего, который рвется к воротам противника, и остановить его прям супер трудно. И я уверена, что через месяц, ну максимум через два, этот игрок вообще будет у девяти из десяти пользователей. С одной стороны, знаете, это немного грустно, потому что разнообразие, оно интереснее, но бывают такие игроки, от которых вы точно не стоит отказываться, и если отказываетесь, то это просто означает, что стрелять себе в ногу. Ну а если подвести черту, то я максимально вам рекомендую Килиана, он вас точно не разочарует. Как надеюсь, и я вас сегодня не разочаровала. Ваше мнение по обзорчику я прошу в комменты, ведь именно от вас будет зависеть, вернусь я или нет. На этом я прощаюсь. Пока, мальчики. Ждите и, возможно, до встречи.